Так, здравствуйте, дорогая публика, я в гостях у блогера, у видеоблогера Алексея Леонидовича Транькова. И вот он сейчас говорит, так вот, говорит, давайте, говорит, обсудим образ будущего. И как же вам выглядит это будущее? Ведь вообще образ будущего, это, по-моему, что-то такое, что создается людьми, что-то такое искусственное. У одного такое будущее, у другого другое. Строят, например, обещали нам будущее, вот такое светлое, коммунистическое будущее, которое наступит, как только прогонят этих самых капиталистов и эксплуататоров, оно, бац, и не наступило. И совсем даже наоборот, хуже стало. Но это был такой момент. Ну, потому что, говорит, ошиблись, неправильно посчитали. Будем, говорит, уточнять, что такое социализм, Ленин сказал. Ну, такие вещи сказал, вот, да, написал. Вот, собрание сочинений в своем, это, в его собрании мы читали. Вот, а вы в каком разрезе хотели образ будущего обсудить? Это некое то ли искусство, то ли набор. У нас же одна тема рождается из другой с вами, то есть мы в прошлый раз говорили про город и деревню, помню, да? Да, помню. Как-то у нас, ну, само собой, это вылезло про обыск будущего, что мы его решили поговорить. Я вот какую историю вспомнил Лев Гумилев со своей вот этой вот теорией о пассионариях и субпассионариях. То есть про пассионариев-то он написал, и вроде все понятно, да, кто такие, что делают, как у него там этносы основываются. Ну, я думаю, зрителям не надо объяснять, что за гипотеза, да? А жил-то он после этого еще долго. И вот примечательно, что остаток жизни, он думал не о пассионариях, а о субпассионариях. Пытался их описать, как все время к этой теме возвращался и уточнял, кто же это такие. И вот одним из критериев субпассионарности внезапно он назвал, скажем, приоритет, приоритет будущего перед настоящим. Вот очень интересно, мне когда я это услышал, показалось, я долго понять не мог, что такого, поскольку все воспитаны были. Это в этой парадигме, что, в общем-то, ну, надо строить будущее, да? Пока я не попал в контекст, когда, ну, жил не в России, где подобного воспитания нет. И действительно, люди как бы думают о будущем. Они не зациклены там, на том, чтобы жить текущим моментом. Но в целом люди живут конкретикой, да? То есть прошлое и настоящее – это конкретика, а будущее – это то, что не наступит никогда, да? Будущее – это некий прогноз, про который ты не можешь сказать, точно он будет или не будет. Поэтому живешь что-то все равно в настоящем, а будущее ты готовишь только в том плане, что это будущее настоящее, скажем так. Вот это вот очень сильно отличается от нашего сознания, которое еще, в общем-то, как раз немного в этих рамках плавает. Потому что вроде как строить светлое будущее – это хорошая цель, хорошая благородная цель и считается чем-то плохим жить ради сегодняшнего благополучия. Но вот в этом и обман. В этом и обман. То есть хорошо жить ради будущего благополучия, да? Когда мы говорили, вот помните, про молодежь, которой нравится Советский Союз, мне пришли отзывы, люди писали мне, говорили, дополняли. И вот одной из наиболее многочисленных причин называлось вот это вот отсутствие другой большой идей, в которую можно верить, ради которой можно не просто жить, скажем так. Вот. Что-то вот такое вот в людях есть. Ну да, то есть это такая вот большая идея, ради которой можно жить. Это некая такая, ну, лекарство, повязка, что ли, такая давящая, отвлекающая, да? Ну, от современной жизни, когда все плохо, почему-то думают о каком-то светлом будущем. И, понимаете, вот забывают, что вообще вот этот вот коммунизм, он был для того и придуман, переход вот этот от эксплуататорского общества к социалистическому, он был для того и придуман, чтобы вот всем стало жить еще лучше, чем раньше. А стало жить хуже, но у вас, говорит, перспектива появилась. Мне вообще-то очень напоминает этот вот разговор, который сейчас обычно ведут при найме на работу, да? Значит, там вот нанимают на работу, говорят, ну, ладно, вы сейчас будете получать поменьше, но у вас есть перспектива. Вот. Эта вот перспектива, она все никак не реализуется, ну, пока, наконец-то, от человека не освобождается организация, на его место другого такого же перспективного находят, да? Ну, вот. Всякие такие, да, я вот все рассказывал, однажды я даже был вот свидетелем разговора в маршрутном такси. Видно, дочка такая уже взросленькой маме объясняла, что, ну, она куда-то на работу нанимается, вот там больше платят, а ну, зато вот там перспектива больше какая-то такая вот. Ну, а кто не верит в эту перспективу? Те, кто пришли зарабатывать деньги, они не нужны им, да? Вот обычно так, знаете, вот, собирают людей. Ну, перспектива можно контрактить. Ой, ну, это как это так не пропишешь? Вот. Но в целом, да, я знаю, что много где очень тяжело подняться с той зарплаты, на которую пришел. По крайней мере, в Яндексе так всегда было, я вот знаю. То есть в Яндексе можно выторгивать себе хорошую зарплату на старте, но как-то, но если ты ее выторговал, то все, там уже потом. Пока ты следующую должность не получишь, зарплату-то на текущей должности, она тебе не увеличится. Не знаю, как сейчас, но было так довольно долго. Да, так в контракте действительно назывались же эти даты конкретные. Называли там сначала в 80-м году, да, потом уже амбиции поумерились у Горбачева. Там к 2000-му году отдельную квартиру каждой семье. Ну, вы, коммунизм, ладно, в нем уже не верят. Ну, смешно то, что я помню, я школьником был, даже я не верил в то, что квартиру каждой семье к 2000-му году просто... Даже дети понимали. У нее 2000 программу называли. У нее 2000. Даже дети понимали, ну, насколько это неосуществимый бред. Ну, это очередная обманка была тогда. Вот. Ну, на нее уже не клевали. Я, кстати, не знаю, насколько в 60-е клевали на вот это построение через 20-е. Самый короткий анекдот. Коммунизм. Ну, может быть. По крайней мере, тогда дети считали, кто из них доживет до коммунизма. А то, что в 2000-м году дадут квартиру, это уже не верил никто. Даже школьники не верили. Да. Вот. Да. Это обычное перенесение чего-то, перенесение будущего, все более далекое будущее. Но, тем не менее, все тоже самое. Огромное количество сект, которые, ну, довольно больших сект, которых можно даже и религиозными течениями там назвать, которые постоянно откладывают приход конца света, постоянно его переносят. И, в общем, уже привыкли к этому, уже живут в этом состоянии, да, или там старообрядцы, которые живут. Вот Петр Первый у них антихрист, потом пришел, и все, они живут там. Последние дни наступили. И вот уже 21 век, а у них все последние дни. Но, опять же, это ожидание конца. Ожидание конца – это немножко не будущее. А здесь вот именно будущее, которое не наступает. В принципе, есть же схема, где будущее никогда не наступает. Это схема циклическая. Считается, что у нас с христианством пришло линейное время, что у нас было какое-то начало когда-то давно, и когда-то там будет конец, что вот Августин Брежан это сформулировал, там, и так далее. А до этого люди жили, значит, циклически-то там. Все у них повторялось от весны к весне, от зимы к зиме. Но мне кажется, что всегда эти две модели сосуществовали. По крайней мере, сейчас они точно сосуществуют. И это как раз помогало верные ожидания бесконечного светлого пола и жить. В христианстве же как? В христианстве вот оно есть настоящее, а дальше ты умираешь, начинается вечность. Вот это вот мне нравилось всегда. Потому что, когда начнется вечность, не будет происходить ничего. В настоящем что-то происходит. Ну и все. Вот и поговорили. И все. Что-то я иссяк. Да. Настоящее наступает. Будущее образуется. А да, настоящее заканчивается, а будущее так и не наступает. Не, ну будущее опять переносится в будущем. Будущее, оно все время в будущем. Да, вы понимаете? То есть такое вот ненаступающее будущее. Его место не противопоставлять прошлое и будущее. Даже как и конец света все вот никак ненаступающее будущее. Конец света, он наступит. И ничего не будет. То есть мир станет статичным. Но это вот как ненаступающее будущее. А в светлом будущем что будет? Вот мы тоже касались этого момента. Нигде не описано, каким будет коммунизм. Даже каким будет социализм не описано. То есть вот у Ленина вроде как государство и революция должно это было быть описано. Вот ее если открыть и читать. Люди не читают, это первые источники. Вот, почитать надо. Там, в общем, все очень просто. Значит, диктатура пролетариата. Дальше оно само как-нибудь образуется. Вот. И за образец берется там словно парижская коммуна. Вот. Вот была парижская коммуна. Вот это образец. И все будет как там. Но, естественно, никто не хочет как там. Потому что там все довольно плохо закончилось. И довольно быстро. Вот. Вот диктатура пролетариата. Что будем с буржуазией делать, а непонятно. Ну, посмотрим на ее поведение. Вот. И все как бы. И дальше наступит коммунизм. А как? Деньги отменим. Да, каким он будет. Образа этого нет. Был образ Фурье, который был опробирован. В качестве экспериментов все эксперименты провалились. Эксперименты Оуны провалились. Эксперименты фурьеристов с этими фланстерами. Они провалились. Провалились. Ну, а где? Не одна. Я просто не в курсе. Они все-таки провалились. Там какое-то время существовали у них эти. Не существовали. На деньги меценадов. Как только деньги заканчивались. Фланстера заканчивался. Причем у Фриета как раз был очень подробный образ. С математическими расчетами. Сколько человек. Сколько метров. Там, по-моему, даже высота потолков у него была указана. Такие-то комнаты. Как в уставе гарнизонной караульной службы, да? Да, да. То есть, смотришь, получается, казарма или монастырь. Что-то такое. Но людям казалось, что это прекрасное такое сосуществование. Где каждый делает то, к чему он предрасположен. То, что Маркс потом, когда ему надо было скинуть этот балласт. То есть, ко времени Маркса уже накопился определенный негативный опыт. Это связано с идеями социализма. Ему надо было как-то его сбросить. Плюс были социалистические партии, от которых ему надо было отмежеваться, чтобы первенство перехватить. И вот он для них придумал такой термин утопический социализм. Что он такой идеалистический, ненастоящий. В общем-то, в марксизме понятие утопии, понятие несбыточной мечты, оно существует. И они пытаются коммунизм-то как раз обосновать, как они говорят, научно. И много лет научный коммунизм, да, понятие, оно существовало. Да и существует. До сих пор не уверен. Ну, по-моему, такого шикарного коммунистического будущего, как было в наше время, сейчас уже, наверное, не бывает. Такой вот шикарный коммунистический... Поэтому получается, что коммунистическое будущее нам описывали, кто? Иван Ефремов и братья Стругацкие. Правильно ли? Да. То есть, в отсутствие, скажем так, в отсутствие вот этого вот конкретного описания, за это взялись фантасты. Фантасты, причем вот именно вот фантасты, ну, начально. Что они там, технокоммунизм они изобрели? А что там, кстати, происходит, вы лучше меня знаете. Где, при коммунизме-то? По технокоммунизме Ефремова и Стругацких. Ну, там большая производительность труда, поэтому там все проблемы-то решены. Вот не совсем внятно там. Тем не менее, вот у Ефремова на какой-то подводной шахте они работают. Она, правда, роботизированная, но все равно подводная. Вот какое-то время там Дар-Ветер там работает. Персонаж такой у него, помните? Дарт-Вейдер, да. Дарт-Вейдер, да. С него. Говорят, что это с него написали. Ну, название имени, по крайней мере, с его имени. Ну, говорят, что Чубака – это собака. Как, как, Чубак – собака? Ну, говорят, что да, что Лукас понравилось русское слово «собака». Я называл его Чубака. А, Чубака. А, собака – чубака. Ну, может быть, может быть, Чубака – собака. Очень может быть, очень может быть. Может быть, может быть, Чубака – собака. Поэтому, если Чубака – собака, значит, может быть, и Тарт-Вейдер тут где-то ходит. Да, может быть, он там ходит. Тем более, он же слушал эти лекции по мономифу, да. То есть, он увлекался все-таки этой теорией. Ну, надо сказать, что у Ефремова это, собственно, про производственный процесс нигде не описано. А вот у меня полдня у Стругацких. То есть, я просто очень плохо их знаю. Не-не, у Ивана Ефремова, у Стругацких там вообще никакого производства нет. Но есть только счастливая жизнь. Там все в городе Свердловске дело происходит. Там почему-то базируется этот самый, так сказать, Комкон-2. Комиссия по контактам-2. Секретная такая Комиссия по контактам. В отличие от официального Комкона, у них они себя не афишируют. Там все равно такая вот, так сказать, закрытая деятельность ведется Комконом-2. Не, ну, у Стругацких, конечно, это не... Ну, прекрасный мир будущего для них. Это условность, в которую они помещают вот современные, какие-то современные закрытые проблемы, да, которые не объясняют, зачем все это делается, да. Вот надо так и все. Комкон-2. Да, там так у них было. Прогрессор это такая у них была игрушка. Прогрессоры. Вот они там наблюдают какие-то... Историки-экспериментаторы, можно сказать, да. Наблюдают за какими-то мирами, как они там прогрессируют. Это типа вот их роман... Как же он назывался-то? Трудно быть богом. Трудно быть богом, да. Кстати, недавно посмотрел экранизацию «Трудно быть богом» 89-го года. Ее обычно все ругают прямо, я не знаю как, но и братьям Стругацким она не понравилась. Они Германа хотели туда, вырежиссерам, а там был какой-то немец из ФРГ. Настоящий такой немец из ФРГ. Ну, вы знаете, по-моему, вот сам по себе дух того романа, который был у Стругацких, а там этот самый Ромата, он такой голубой герой, это ближе вот к тому духу, вот к тому Стругацкому это ближе. Вот, а все-таки вот у Германа там это вот наш переход в светлое... Как это, когда светлое будущее становится темной реальностью, это вот у него про него. Вы смотрели вот этого последнего «Трудно быть богом»-то? Не смотрели? Ну, как, все смотрели, и я смотрел. Ну, в общем, тут проблема в том, что я роман не читал, вряд ли прочитаю. То есть у меня как-то, я как-то вот с детства к фантастике очень холодно отношусь. Ну, там у братьев Стругацких, так или иначе, этот прогрессор, он каким-то там ученым помогал. И ученые, в общем-то, были положительными людьми, да, то есть, можно сказать, людьми будущего, которые, вот, так сказать, символизировали себе людей будущего, да, только они были из прошлого, да. Ну, вот они такие же были, как прогрессоры по своим моральным, морально-этическим, значит, нормам, а так нет. А вот там у него сразу понятно было, все эти люди, о которых они заботились, да, вот в фильме, они оказались, ну, и сволочи, сволочами, которые друг с другом борются, да. Ну, в принципе говоря, он снимал-то это уже в тот период, когда случилась у нас, значит, вот эта вот революция 91-го года, и все хорошие люди стали, в общем-то, обычными жуликами. 89-го же вы сказали, новый фильм. Да, я, ну, новый-то вот он, новый-новый, новый фильм. Ну, вот он на эту тему, он поэтому такой... Ой, новый фильм, он там был. Он там, по-моему, уже просто, не знаю, с ума сходил. Кто? Кто-кто? И Герман сходил с ума от того, что ему уже там больше, нечего больше хотеть, да. То есть, когда у художника вот нет никаких ограничений, когда вот Герман, вот он признанный, на те деньги, на те там бюджеты бесконечные, время бесконечное, Гермоль не будет к тебе там ездить, пока там жив, вот, и всем за счастье у тебя сниматься. Вот он начинает там сидеть и там до бесконечности там сочинять, из пальца высасывать. В итоге никто не может понять, что получилось, но всем стыдно признаться. Нет, ну там все достаточно понятно. Визуальный ряд – это такая постоянная съемка широкоугольным объективом, показать, какая, так сказать, теснота в средневековом мире, теснота и антисанитария. Средневековая. Тоже верно. Плюс вот это вот, бессмысленность революции. Приходите до революции, опять же улики. То же самое было и в 17-м году, ведь. Случилась революция, вроде кого-то эксплуататоров убрали. Ну и действительно было такое вот это вот государство, которое себе на уме было, вовсе не об интересах общества заботилось. Все. А потом стало еще хуже. То есть материально стало хуже. Вот это же родовой признак строителей светлого будущего, потому что светлому будущему всегда противостоит темное прошлое. Да, да, да. И это темное прошлое устраивают сами строители будущего. То есть, есть же два образа средневековья. Вот тот образ средневековья, который мы посмотрели у Германа, да, и образ средневековья, который дает нам вот традиция фэнтези, такая толки, волшебный мир. Толкинисты. Понимаете, у марксистов у них как? У них же все очень просто. То есть приходит рабовладение, потом приходит феодализм и уходит. Потом приходит, значит, капитализм и уходит. И вот как феодализм, вот он вроде ушел у них. То, что там в Америке при самом-самом развитом капитализме существовало рабство, ну, это как-то не обсуждается. Вот. Но мы же не обязаны эту модель принимать, да. На мой взгляд, существует несколько, скажем так, парадигм, да, вот фреймворков, можно сказать. Несколько вот этих вот фреймворков, в котором общество существует, и какие-то модели, они постоянно в тот или иной исторический период задействуются. То есть в Средневековье действительно феодальная система была, в основном работала, но она ведь никуда не делась. Так же, как и рабовладение никуда не делось в наше время. Точно так же эти феодальные отношения не делись, они в том или ином виде, мы постоянно с ними встречаемся в тех или иных местах, в тех или иных областях там деятельности. Я не говорю, ну, при той же советской власти в Средней Азии была полностью феодальная система. И на это... Причем это, как нам там говорят-то, что вот феодализм, он бывает разный. Вот европейским феодализмом основой его была, значит, собственность на землю. Вот, значит, феодал собственных земли давал возможность крестьянам на ней работать. А на Востоке там, значит, проблема другая, вода. И вот тот, кто имеет доступ к воде, он давал возможность крестьянам, значит, ее использовать. Вот у него был такой феодализм. А у нас, значит, тоже своего рода феодализм это доступ к финансам, к тому, что собирает, к налогам. У нас такой, налоговый феодализм. И вот, значит, вот есть доступ к налогам, есть что пилить. Будем пилить. А нечего пилить? Ну, и нечего пилить. Вот без бюджета какого жить-то, да? Крутись как хочешь, придумывай себе этот бизнес какой-нибудь там, да? Ну, отличная модель. Отличная модель, да. Отличная модель, она как раз говорит о том, что вот эти вот формы, которые они сгруппировали в, как они это называли, общественные формации, не общественные формации, да, а это вот такие вот формы сосуществования, формы управления, формы распределения, которые в той или иной пропорции при любом режиме, при любом устройстве общественном, они встречаются. И вот как раз коммунизм – это же попытка вернуться к первобытно-общинному строю, потому что в трудах первых социалистов социализм как раз пытаются обосновать с точки зрения того, что это естественное состояние человека. Есть же еще одна конструкция мифологическая – «Илутемпера», «Время Оона», «Золотой век», то есть «Золотой век» – это человечество, в христианстве – это райский сад, но он в принципе существует в хронофонии культурной. У большинства народов он существует, даже у так называемых примитивных, то есть в древние времена шаманы были сильнее и летали в небе в костюмах из-за стальных пластин, скажем. То есть все было лучше. И вот этот «Золотой век», там люди жили, значит, все вместе, он такой русоистский рай, люди жили вместе, там в гармонии с природой, туда-сюда. Русоистский – это, значит, Жан-Жак Руссо его придумал. Да, ну, в смысле, вот этот миф об идеальном дикаре. О благородном дикаре, по-моему. Ну, как раз тогда начались же еще вот эти вот географические открытия с колонизацией и столкновения с неразвитыми племенами. Вот, и с одной стороны испанцы, испанская церковь спорила о том, есть ли у них душа, и можно ли их считать людьми. А с другой стороны, вот французы там и так далее, вот они смотрели, а нет ли там вот этой вот изначальной чистоты, которая затем была, значит, испорчена. Да, потому что вот уже тогда прогресс, была точка зрения на прогресс как на негативный процесс, как на то, что нас, значит, как-то портит, отдаляет от нашего изначального, от нашей изначальной природы. Что вот это вот раньше было лучшее, это вот постоянное, да. И вот первые социалисты, они как раз говорили о том, что социализм – это естественное состояние, и они зовут как раз вернуться к естественному состоянию. То есть они еще вот этого вот нового человека не строили. А вот марксистский социализм – это как раз построение нового человека, и особенно ленинский. А вот этот ленинизм – это построение нового человека, то, что там уже идея XX века, это уже митшианство, конечно же. Это, конечно же, такое вот… У Маркса-то ведь нет этого, то есть у интернационалов нет. Там построение нового мира, нового общества, а вот новый человек – это уже такое влияние низши, наверное. Да, то есть там старого человека надо просто поколупать, а внутри-то у него тот самый еще более старый, который будет новым. Реально-то так было. То есть они как раз… Вот там как раз появляется темное прошлое, когда прошлое однозначно оценивается негативно. Вот тут вот мы и бьем самое больное, потому что прошлое – это оно реально. Мы его можем потрогать, оно состоялось. По большому счету ведь только прошлое и реально. Каждый момент настоящего, то есть проживаемый нами, он становится прошлым. О том, что только что произошло, мы можем сказать, что оно состоялось, оно реально. Это единственная реальность, в которой мы существуем. Она состоит из прошлого. Когда ты начинаешь ее топтать, когда ты начинаешь ее поливать грязью, как это, на уровне мировоззренческой парадигмы, то оказывается, что ты оказываешься в дерьме в настоящем. Потому что если все, что было, это дерьмо, то с чем же ты остался-то, человек мой дорогой? И… А будущее никогда не на сто лет. Причем в исламе же там будущее вообще творится непрерывно. То есть в каждый следующий момент Аллах творит мир из хаоса. Несмотря на то, что там все предрешено, но тем не менее, вот это постоянное перестворение мира у них присутствует. Это, кстати, концепция, которая очень нравится физикам-теоретикам. Почему нет? Как модель, то есть физика, теория, теория. Строение моделей. Как модель, да. И… И, в общем, вот эта вот очень злая шутка, которая была сыграна с советским человеком, поскольку советского человека не было прошлого, светлого, он его начал, он его начал из пальца высасывать. И насосал. Да, бедолага советский человек-то. Ну, вот это как раз был шок. Они ведь сначала-то, да, действительно думали, что достаточно захватить власть и все самоустроиться. Оно само не устроилось. Ну, и начинает это просто, я к чему это скаламбурил-то неприличный. Начинается идеализация несуществовавшего прошлого. То есть берутся какие-то кусочки, да, и затем они идеализируются. Вот на этом, например, вот это вот неоязычество, да, построено. На этом как раз плясали вот эти, вот часть советских почвенников, да, вот какой-нибудь там Салаухин особенно, да. То есть вот это абсолютное, опять же, обожествление. А какого прошлого остается, какое прошлое, да? Остается крестьянское прошлое. Вот опять про город и деревню, да. И поехали, значит, по деревням искать вот это вот новое народничество. Пошло уже такое советское народничество. Поехали искать иконы. Поехали там прялки-самовары собирать. Городские квартиры ставить. За народной мудростью поехали. Искать утраченное прошлое. Хотя реально утраченное это прошлое, оно там было еще живо в эмиграции. В этом самом, в том издате. То есть... Салаухин, когда умер, и вот как раз он умер в тот... Он был один из инициаторов восстановления храма Христа Спасителя. Наверное, самым главным инициатором он был. И вот когда он умер, вот его там отпевали. Это было первое, так сказать, как сказать, действо. Первая служба в храме была посвящена его отпеванию. Он еще был не до конца достроен. Вот его там отпели и вынесли оттуда в группу. Гагарин в какой-то речи говорил о том, что зачем взорвали храм Христа Спасителя. Серьезно? Чем он мешал. Да. Этого нет на видео, но есть стенограмма. Это где же он так? Он обычно говорил речи, которые кто-нибудь ему написал, наверное? Он говорил написанные речи, да. Их очень любят в день космонавтики приводить. А, с первым выстрелом Авроры. Томическая программа началась с первым выстрелом Авроры. Тоже, кстати, важная вот эта вот мифология начала. Хотя еще в 60-е годы уже там были публикации, что выстрела никакого не было. Что Аврора не стреляла. Мы потом быстро прикрутили этот краник. Нечего об этом рассуждать. Но вот он об этом говорит. Он говорит, что иногда очень сильно увлекаются борьбой с прошлым. И зачем-то взяли и взрывали храм Христа Спасителя. Кому вот что-то... Ну, то есть какая-то негативная оценка была. Вот. Да, но это уже можно было в то время, наверное, сказать. Что наломали дров-то, наломали. А что ты Гагарину сделаешь? Да нет, ну что, если это была официальная речь, то она была, как минимум, была очень выверена. Скорее всего, даже написано для него. Нет, это как раз стенограмма. То есть это такая встреча какая-то с Мольцем. То есть это он говорил вот так, без бумажки. Да, да, да. Это как-то вот так вот было сказано. Потому что, да, конечно, все, что Гагарин говорил под запись, все, что Гагарин говорил официально, да, это все написано было. Медал какого? Естественно. Он тогда уже, наверное, полковником был. Когда я это говорил-то. Ну да. Он из старшего лейтенанта дослужился до полковника. Ну вот тоже, опять же, в будущем люди будут летать в космос. Вот люди полетели, да, будущее наступило. Вот это вот, да, интересная история тоже вот человека, который постоянно живет в ситуации, что когда-нибудь будет будущее, которое он никогда не увидит. Я хорошо помню, я хорошо помню вот это вот ощущение детское, когда ты понимал, что коммунизм ты не увидишь. Потому что, ну, вот та реальность, которую ты видишь вокруг себя, ты понимаешь, что до коммунизма еще очень далеко. При этом ты веришь, да. Потому что все об этом говорят, и все говорят, что они в это верят. То есть своим детским умом ты это веришь. И вот это вот ощущение, что ты... Все живут ради какого-то светлого будущего, которое ты никогда не увидишь. Но жить ради него ты все должен. Вот это вот... Это, наверное, очень сильно сформировало нигилизм. Отрицание вот этого... И вот это вот молодежи 90-х. Потому что молодежь 90-х была крайняя. А сейчас молодежь требует вернуть им мечту. Сейчас требует молодежь, да. То есть у нас там, ну, пословицы были, да, там, не имея сто друзей, а имея один рубль. Такие вот, да. То есть понятно, что это там... У нас была пословица, не имея сто рублей, а женись, как Аджубей. Аджубей был женат на... Дашке, конечно. Да, нет, на дачу Хрущева, ради Хрущева. И она достаточно долгое время, рада Аджубей, была в редакции «Науки жизни». Вот это вот так вот. Сам Аджубей редактировал, значит, «Известия». Вот он был такой очень популярной газетой стал. Он ее сделал. Даже в тех условиях она была все-таки очень... Это оказалось интересной, известия. Ну, а «Наука и жизнь» – это тоже один из самых популярных журналов. То есть получается, что какого-то поколения все-таки было ближе к настоящему, к жизни настоящей. Нас уже просто отучали жить настоящей. То есть, ну, что ты об этом думаешь? Что ты об этом думаешь? Может, кому не... Светлое будущее, что там это все. И если там вот в литературе встречается, там фраза, что с такими людьми мы коммунизм не построим. Вот в моем контексте уже не было. Уже не было, потому что коммунизм будем строить с другими людьми, с твоими внуками. Да, факт. И это так, говорит, не доживешь до мировой революции. Факт. Ну, кстати, мировую революцию совсем рано ожидали, потому что, значит, как была форма наказания, значит, посадить тюрьму до мировой революции. Ну, это вот сейчас не сиди, но мировая революция отпустим, черт. Когда ее перестали ждать? Потому что был же... Во время Гражданской войны ее еще ждали, потому что именно на это и была настроена тогда вот эта война. Потому что вот захват России мыслился, как создание плацдарма для мировой революции. Был же МОПР довольно долго, Третий интернационал был довольно долго. Ну да, потом изменился он на совещание Коммунистической рабочей партии. До 45-го года, наверное. Ну да, 43-й, вот когда там их распустили, интернационал, было совещание рабочих партий. Ну, потому что интернационал вроде подразумевал создание мировой революции, то есть подровная деятельность против всех прочих стран антигитлеровской коалиции. Все остальные это были капиталистические, кроме СССР. Да, и получилось что? Получилось, да, что обменяли на соцлагерь, ну и началась холодная война, да. Да, лагерь. Началась холодная война, которая закончилась без победителя. Ну, что значит без победителя? Ну, значит. Медаль за победу в холодной войне раздали, и причем дали одну такую медальку даже Горбачеву за победу в холодной войне. Ну, это логично. Потому что, ну как... Именно он открыл ворота-то, да. Враждуешь ты с соседом, вот у вас там два дома рядом, два огорода вы враждуете, а потом сосед приходит и говорит, слушай, я был неправ. Что, победил ты его? Да нет. Как-то вот без твоего участия все произошло. Все-таки... Нет, он был неправ, но огород-то он отдал. Ну, это уже... А вот этих самых... А потом ты ему говоришь... А вот когда противник приходит и подписывает капитуляцию, это победа или не победа? Он говорит, я был неправ, я капитулирую. Победа. Слагер, слагер. Не, ну как капитуляцию? Можно ли это так назвать в тот момент? Потом вот рельсы... Да нет, мы просто привыкли капитуляцию воспринимать как безоговорочную, а так, в принципе говоря, ведь это термин такой безоговорочной капитуляции, он возник во время Горбачев до последнего ничего не сдавал. Горбачев не сдавал. Да, он вывел войска из Афганистана, но он же перед этими и сильнее всех воевал там. Он же сильнее всех и бомбил. То есть, кто там... Шустер говорил, что он вот все время был в Афганистане, и никогда так не бомбили, как при Горбачеве. И так далее, и так далее. Но... Тем не менее, при нем... Давайте составим Ельцин. И эту самую Берлинскую стену разрушили, и при нем случился весь этот вот распуск Совета экономической взаимопомощи, в общем, сигнал к этому разрушению Берлинской стены. Ну все, и бросили. Стену-то ведь разрушили в обмен на очень мощную лояльность. То есть, после того, как разрушили стену, ФРБ была невероятно лояльна. То есть, не было такой лояльности не было в Германии. В отношении к СССР, как после разрушения стенок. То есть, в общем-то, как раз-таки, Горбачев довольно прагматично действовал в тех рамках и в тех умственных способностях, которые ему были отпущены. Собственно, он же, он же до последнего. Что такое Пуч? Горбачев хотел сохранить союз. Пуч, вообще-то загадочная вещь. И вы ведь очень сразу перестали, перестали это отмечать как праздник. Один год, по-моему, там были какие-то на телевидении, по крайней мере, траурные мероприятия, связанные вот с гибелью этих, так сказать, трех молодых людей. И все. И после этого праздничного праздника все праздника забыли. Потому что, ну, как-то у него все это опереточность, его еще называли опереточным путчем. Если бы не эти погибшие люди, то, наверное, разобрались бы в этом лучше. Потому что как-то все это такая была подстава организованная то ли Горбачевым, то ли кем-то еще. Такое вот ощущение-то оно есть. Ну, это вот такая небесная сотня, да, такая из трех человек, которая оказалась не нужна. Потому что вообще-то и без них обошлись. То есть сакральная, это же как, сакральная жертва, да? Сакральная жертва, которая не понадобилась, которую на всякий случай сделали. Ну, это несчастный случай был, естественно. Они там, по-моему, нетрезвые еще были, что-то такое. Нет, про это я не знаю, но вот они попали там под этим боевые машины пехоты. Нет, это было очень печально, конечно. Ну, но, но, вообще, как-то Горбачев, так он и остался для нас закрытой страницей. И как он попал к власти. Ведь, в принципе говоря, вот были же там умные люди, как, например, Устинов. Это были действительно руководители, как говорится, с большой буквы. И вот они поддержали этого Горбачева. Ну, а что в него? И был тоже там, тоже он его поддержал, Горомыка, тоже ведь человек-то был явно большого ума, но вот они поддержали его. на что они рассчитывали? Они просто переваливали ответственность, что ли, на его плечи, со своих. Потому что это же пустышка была, понятно было. Они что, не видели они вот этих вот людей, так сказать, подснежников? Он был типичный подснежник того времени. Никакой он был не руководитель, он был аппаратный игрок. Но они все были аппаратные игроки. Но они все были аппаратные игроки, некоторые выросшие еще в сталинские времена. и, ну, ну, вот как-то не поворачь с меня есть язык Устинова называть аппаратным игроком. Он вопросы, он вопросы решал. Горбачев же был, получается, первый генсек, который не видел Сталина при жизни. Лично не встречался с ним, да? Который застал сталинскую вардию, безусловно, но Сталина он уже не помнит. Ну, да, непосредственно Сталина, он, конечно, он с ним не встречался. Нет, но у него рождение, это, по-моему, при жизни Сталина он родился. Нет, не, родился он при жизни Сталина, это понятно. Но не работал в руководстве при жизни Сталина. Если мы возьмем всю плеяду, всю плеяду его предшественников, они все были из сталинского набора. Они под его руководством работали, да, и Устинов, это сталинская партия. Они все под его руководством работали. А Горбачев не из сталинской партии. Может быть, в этом дело, кстати говоря. Все-таки очень многое сменилось и там тоже. Да. Тем не менее, ну что, если они боролись там за привилегии, Горбачев все пожизненные привилегии выторгнул. То есть, аппаратным игроком он быть не перестал, даже там в историческом масштабе. Но опять же, что он сделал? Он отказался от светлого будущего. по большому счету, вот это вот он сделал. Мы вдруг, я вот, кстати, да, я вдруг вот сейчас вот себя поймал на мысли, что вот эта вот Горбачевская эпоха, чем дальше, тем сильнее, а затем, а затем, собственно, в момент девяносто первого года, это вдруг резкая актуализация вот этой вот рефлексии на тему настоящую, да, а где же мы живем-то собственно, а что же происходит? И как раз... переосмысление прошлого, которое все было как сказать, прелюдией к будущему, да, оказалось, что будущего-то нет. И как раз вот это просто захлестнуло же и там и литературу, и журналистику, и кинематограф, как раз вот эта вот критическая волна, даже чернуха вот это все, да, потому что вдруг стало... Я вот думал, что просто типа стало якобы, ну там можно говорить, стало можно обсуждать, да, и вот кинулись, да, там на злобу дня, но, наверное, не только поэтому, потому что внезапно актуализировалось обсуждение настоящего, обсуждение контекста, а не только образа вот этого вот идеала, потому что все обсуждение настоящего контекста, оно же сводилось к тому, насколько мы далеки от идеала, насколько мы к нему приблизились. А здесь вдруг вот этот вот идеальный образ, с которым мы должны сопоставлять, он исчез, и люди начали анализировать происходящее вообще в принципе, и сравнивать себя, кстати, с Западом, очень сильно стали сравнивать себя с Западом, потому что другого эталона не было, вдруг Запад стал эталоном, тоже такой негативный был момент, потому что Запад никаким эталоном не был, своих проблем хватало, и тогда, и сейчас. Не, но в рамках коммунистической идеи вполне себе был, потому что коммунистической идеей мы строим общество, которым будет выше производительность труда, и выше удовлетворение потребностей членов общества. Ну, и в силу того, что буквально как только по строительству это началось, сразу снизилось удовлетворение потребностей резко, и на протяжении всего времени оно было явно ниже, в альтернативной реальности, в капиталистической. Надо потерпеть. Надо потерпеть. Ну, надо потерпеть, но в итоге в 70 лет решили, что это все-таки не терпешь, а в общем доказательство того, что ничего не получается, ну, и обратили свои глаза туда, как было раньше, то есть это возвращение к истокам, что называется. Отменили вот это новое, ну, понятное дело, что 70 лет-то мы не развивались по тому пути, по которому должны были, поэтому у нас много того, чего могло бы в стране образоваться, отладиться, совершиться, вот, зато за те 70 лет оно не отладилось, не образовалось, не свершилось, и вот уже 30 лет никак не настроиться, потому что мы попали в такую, опять же, боковую веть в развитии, она неправильная, у нас такой вот налоговый феодализм, теперь у нас налоговый феодализм. Социализм при капитализме, когда средства производства капиталистические, средства распределения социалистические. Это когда, у нас сейчас? Это сейчас, да. У нас же реально, у нас же основная масса это бюджетники и еще охранники, вот сколько мне постоянно же говорится о том, что у нас огромная армия работоспособных мужчин, которые, значит, там сидят и скучают в супермаркетах и там на этих самых стеклянных кабинках сидят и ничего не делают, носу поверяют, никто их не уважает. То есть много говорится о том, что вот об этом экономическом отставании, да, но мы же еще и с точки зрения культурной отстали чудовищно. То есть по сути ведь тот русский проект, он ведь не развивался, русская цивилизация, которая была заложена там в 16-17 веке, да, ну и далее уже там уже естественно в 18-м она совершенно была прекращена и то есть да нет, в 18-м веке тоже тот русский проект прекратили и решили делать так, как на Западе, ну при Петре Первом все эти вестернизации Петровского раз русский проект был сломан тогда. Мне кажется, что все-таки вестернизация это общий вектор романовых. Да нет, вектор-то общий романовых, да, но тем не менее. при Петре она была очень интенсифицирована, интенсифицирована и все это вообще но Петр стал западником не вопреки там, не вопреки тенденциям, как Алексей этого слова показывает. Он продолжил эту тенденцию, но именно прежнее общество он разрушил, прежние отношения. Потому что строили и посольские приказы уже и строили там этот корабль Орел и были уже Все верно, все верно. Армия по западному образцу строила. но само общество еще руководящее оставалось по традиционному образцу, вот эти отношения к верхнему слою оставались прежними, а он их изменил. Не особо он, кстати говоря, изменил. То есть он новых людей привел, где эта Боярская дума, куда она делась? Он немножко подчикал вот это византийство. Нет, но Боярские рода они остались. Рода остались, но прежнего вот этого уже не осталось. Где Боярская дума, скажите, пожалуйста. Где земский собор? Я понимаю, что земским собором Романовы стали бороться, как только он их утвердил на царстве. Они сразу стали против них бороться, потому что раз он утвердил, он может их и лишить. Во-первых, во-вторых, все-таки мне кажется, все-таки вот этот весь проект Романовых, он был под впечатлением того, как поляки посидели на троне. когда стало понятно, что очень легко все потерять. Очень легко вдруг раз-раз, только-только ты там начал между собой разборки вести, тут же за твоей спиной уже прибегут и тебе на шею сядут. Очень быстро это произойдет. Вот отсюда и борьба с патриаршеством, отсюда борьба с земскими соборами. Вот это вот они, да, фитилек этот они прикрутили на время, может и правильно прикрутили, потому что, если мы вспомним, как первые Государственные думы при Николае работали, то есть, если мы посмотрим вообще, как они работали, что они там пытались сделать, то понятно, почему, в общем, Николай II с этим тянул, потому что, ну, куда еще, должно было хотя бы еще одно поколение смениться, хотя бы, потому что, ну, люди просто на зло там бабушки себе там отмораживали, уши сидели, резали бюджеты, просто так, лишь бы навредить, там, совершенно дикие проекты предлагали. Например? Из войны хотели выйти, реформа, реформа Игнатьева образовательная, например, финансировалась из личных средств Николая II, потому что, думая, зарезала бюджет, потому что вышли, в том числе, вышли казанские депутаты и сказали, что вот раз вы финансируете, раз вот вы придумали эту реформу, вот включайте в нее школу на татарском языке, преподавание татарского языка, что полностью противоречило самой идее этой реформы, потому что кому, ну, кому нужен татарский язык, то есть, зачем мы будем учить людей на татарском языке, на котором нет там ни учебников, ни каких-то научных работ, в мире, в общем, не являются одним из ведущих языков для чего-то русского. Ну, русский тоже тогда был таким языком-то нашим, внутренним, он не был мировым языком до Второй мировой войны, когда он стал языком, рабочим языком ООН, да, и причем это мало кто знал, когда моя дочь была на экскурсии в ООН, она попросила этот там аудиогид на русском языке, мы говорим, нет у нас, ну, как нет, это рабочий язык ООН, поищите, да, есть, а до этого всем русским, да моей дочери, всем выдавали гид на английском языке, а кому-то казалось есть, это же рабочий язык ООН, и вот та чернокожая девушка, которая выдавала гиды, она об этом узнала только от моей дочери, так что, видите, он язык такой ограничен, он был для нас сделан, для нас, чтобы мы внутри могли о чем угодно на нем поговорить, а на любую научную тему, на какую хочешь, это чтобы мы не учили иностранный язык, потому что у других странах вся наука на английском языке, вот, но это сейчас, ну, когда-то она была на французском, когда-то была на латинском, в 18 веке она, да, в 18 веке она не была, латинский был, да, был латинский, который постепенно заменялся совершенно, наверное, французским, как бы, теперь английский, не суть, суть в том, что на русском языке была накоплена образовательная база, методическая база, которую можно было использовать при обучении на татарском языке, ее не было и не будет никогда. Ну, это я не знаю, будет, не будет. А реформа, кстати, была, реформа, кстати, была, по крайней мере, одна из лучших, она и в наше время одна из лучших, наверное, в мире, то есть, во всяком случае, вот это вот большевистское, затем вот это возвращение к народному образованию, оно потом очень сильно опиралось на нее и на то, чтобы было достигнуто, то есть, например, там была, ну, помимо того, что это было всеобщее образование, всеобщее бесплатное образование, оно уже было, оно с 903 года было, там была система, например, доступности школы, любой школы в радиусе трех верст, то есть, в трех верстах от населенного пункта обязательно должна была быть школа, вот так, например, и потом вот эта вот большевистская система народного образования, она на этих школах строилась, или, например, там были системы четырехлетнего повышения уровня образования, скажем так, то есть, ты мог пойти в гимназию, там, а затем там перейти, скажем, там, в старшую гимназию, ну, гимназия, это же топовое было, там, учебное заведение, это не советская школа, вот, то есть, там, словно говоря, потом ты шел в университет, а если ты, например, ну, нет у тебя там сословных, да, или там финансовых возможностей, ты мог там четыре года отучиться, скажем, в народной школе, и затем, если у тебя есть к этому там какая-то, какие-то способности, ты мог сразу там на третий год гимназии перейти после этих четырех лет, там, условно, вот, и, скажем, в зависимости от твоего социального положения, ты мог потратить больше времени или меньше времени на образование, но в финале, если у тебя есть способности, ты все равно приходил, то есть, на получение высшего образования у всех были равные возможности в плане его достижимости. Ну, это, конечно, вы так чисто формально сказали, ну, какие такие равные возможности? Приходу, вы читаете. Никогда равных возможностей не было, все зависит еще от образованности самой семьи, из которой человек выходит. Так в том и дело, поэтому... Ну, это формально, вы говорите, он-то равный возможностей. Поэтому это учитывалось, и, я же говорю, там давалась возможность, то есть, для детей из простых семейного даренных, они могли просто, они просто дольше учились, скажем, ну, да, это можно было, но это... Ну, по крайней мере... Назовите мне хоть одного, какого-нибудь деятеля российской науки, вот, из крестьян тогдашних. Ломоносов. Ломоносов. Ломоносов, он не из крестьян был. Да нет, это споры ведутся постоянно, и у меня сейчас просто... И он один, да, он один, и он не из крестьян. Крестьян было очень много, там до сорока процентов доходило в лучших учебных заведениях количество крестьян, да, до сорока и больше. Крестьян было большинство, это было сословие, это было самое большое сословие, естественно, оно давало в процентном соотношении больше всего всех остальных. в высших офицерских училищах, есть просто такая цифра, что в высших офицерских училищах в тринадцатом году там сорок процентов было крестьян и так далее. В каком году? В тринадцатом. В двойной. Перед войной. Сорок процентов выходцы из крестьян были, да? Да. Плюс там, если еще реформа Игнатьева до конца бы осуществилась, то вообще бы преград не было. То есть она как раз была направлена на преодоление вот этого вот сословного семейного разрыва, что если там талантливый ребенок рождается в социально, скажем так, не привилегированной семье, но он одарен, он может просто за более долгое время, там плюс четыре там года, да, там плюс шесть лет, что в общем тоже правильно, потому что ну не надо как бы в лаптях сразу, да, там входить в общество, которое там ходит не в лаптях. Тоже надо немножко там натаскаться. Так, сорок процентов, да, крестьянские дети были, да? В каком году? В двенадцатом или? В двенадцатом. В тринадцатом, да? Я вот к чему клоню, я вот прослушал огромный такой массив записей, записей, воспоминаний, это было начало шестьдесятых годов, воспоминания вот о семнадцатом годе, революцию семнадцатого года. Ну, это иммигранты, и там были, ну, самые разные, там в том числе из крестьян был кто-то там, но он не из офицерской школы, и было много очень всяких таких вот людей, которые так или иначе имели отношение либо к офицерству, либо к какому-то офицерскому училищу. И вот ни в одном случае не вспоминал я, чтобы они поминали, значит, то, что у них были выходцы из крестьян. Выходцы из крестьян явно в культурном виде должны были, ну, в культурном смысле, должны были отличаться от выходцев из дворян или там из мещан. Нет, в том и дело, в том и дело, что вот эта система, да, она как раз предполагала, что вот эти вот различия должны еще стираться. А и потом главная реакция в них была вот такая, когда случилась вот эта вот революция, революция у нас была, ведь в основном была, поднялась волна-то из-за аграрного вопроса. Вот отреагировали люди. Землю делить? Вот крестьяне хотя бы было, были губернии, где не было земли, которую делить. Они все равно думали, что сейчас им землю большевики дадут. Откуда возьмут-то? Ну, мы не знаем. Откуда-то должны взять? Ну, откуда? Вот вся земля крестьянская поделена уже. Не знаю. И, кстати, к 16-му году, крестьянской земли было очень много. Я сейчас не помню цифры просто. Не, ну вот в Рязанской области, так сказать, другой земли уже и не было в 17-м году просто. Там это просто вот это было, вот эта программа «Земля крестьянам», она была, ну, в общем-то… эсэровская программа «Земля крестьянам», эсэровская, да. Типа как-то, так сказать, вода матросам, земля крестьянам, ну и что? Ну, вот она и так у матросов вода, и так у крестьян земля, и что? Эсэры, они же были кость в горле интернационалу, потому что это были русские социалисты, корневые и такие национально ориентированные. То есть они не были интернационалистами. Там не было пролетарии всех стран «соединяйтесь». «Соединяйтесь», кстати, против чего? Постоянно забывают. Против своего правительства во время мировой войны. Там не было пролетарии всех стран «соединяйтесь». Они были именно почвенники, они были с опорой, значит, на русскую вот эту вот крестьянскую общину, но при… То есть они в ней видели социалистический прообраз, но при этом вот они были социалистами, полностью социалистами, которые читали того же Фурье, которые читали там того же Гоуна и так далее. И вот разница была в том, что они не принимали Маркса, они не принимали интернациональную секту, не вступали в нее. И были очень сильные конкуренции внутренней, такой конкурирующей фирмы. Поэтому их подчистили очень быстро и безжалостно. Потому что с врагами-то как бы… Враги-то они ладно, они там… Общие враги, они там на периферии. А вот когда ты уже начинаешь за конкретикой делиться, там вот уже внутренняя конкуренция, она гораздо сильнее начинается. Я вот подумал, вот разговор про образ будущего, наверное, можно назвать так вот, так сказать, жупел будущего или там привидение будущего. Вот так вот, то, что мы сейчас поговорили с вами про будущее, это некий обманный образ будущего. Я думаю, как назвать. Образ будущего – это очень вредная вещь, на самом деле. Будущее. Как сказали, будущее – вредная вещь? Образ будущего – вещь вредная. Вредная вещь. Потому что, возвращая… Почему я начал с позднего Гумилёва и… Он же не любил суппассионария. Для него это было ругательство. Он не любил? Ну, конечно, да, суппассионария – это вот обоз во время войны. То есть они в обозе во время войны сидят. У него была такая… Такой образ. Как вы сказали, образ будущего-то? Вредная вещь. Ага. Образ будущего – вредная вещь. То есть одно дело, когда у нас есть планы и прогнозы, которые мы корректируем постоянно, собираемся на бизнес-митингах и говорим, вот здесь мы хотели завоевать такую-то долю рынка, но вот такие-то проблемы вскрылись. Стоит нам будущая прибыль для того, чтобы инвестировать в решение этих проблем? Или мы это направление притушим, сфокусируемся на другом? Это планирование будущего. Ну да, это не область. Это другая история. То есть я не говорю, что давайте жить настоящим. Но вот образ светлого будущего, что вот вы начинаете бизнес и говорите, а вот мы, значит, завоевим весь рынок когда-нибудь, просто надо потерпеть. Вот, это уже не бизнес. Это уже очень быстро разорится такой человек, как разорилась советская власть. Она и экономически разорилась. Не только идеи. Да. Это бесконечное откладывание денег на похороны, оно приводит к тому, что человек умирает, ничего с собой не берет. Да, вот это, когда умирается, вот эти старики, у которых залежи наличных находят. Что-то такое, потому что будущее – это всегда кредит. То есть я, вот, пять лет я терплю, получая образование, но это мои инвестиции. Я понимаю, что через пять лет я получу диплом, и с этим дипломом моя стоимость на рынке труда повысится. Соответственно, повысятся мои шансы на высокий уровень жизни. Вот это вот очень конкретное планирование. И при этом ты там с третьего курса можешь уйти, решить. Да вот у меня и так все хорошо пошло, мне больше высшее образование не нужно. Как Билл Гейтс, например, сделал. Это не про образ будущего, да, то, что мы говорим. Это не про светлое будущее. В общем, да, мы планируем свое будущее для того, чтобы, в общем, для того, чтобы он был лучшим настоящим. Вот, а если мы учимся пять лет, потом вот этот диплом кладем под подушку, там, идем работать менеджером по продажам, там, с дипломом инженера, нафига ты учишь? Вот это вот очень частая советская история, кстати. Не, ну, кстати, советское время-то вот этот диплом, он действительно менял человеку будущее. Менял, да. Вот постсоветская история сейчас, когда человек, ну, это и про меня история, да, ну, понятно, что это вот из 90-х годов история, когда этот диплом оказался никому не нужен, но она продолжается. И сейчас, когда человек получает... Не, ну, потому что вы в 90-е годы люди по инерции воспринимали диплом, как он был, значит, в 80-е или там 70-е или в 60-е, как, значит, билет в другой мир, так сказать, в другой слой, в прослойку вот в эту вот, да, интеллигентскую прослойку. Я поступал в 94-м. Ну, да, тогда это билетом уже не было. Я точно знал, я точно знал, что это, что как филолог я буду никому нигде не нужен. Хотя нас убеждали, что нет-нет-нет, вы будете работать в рекламе, вы будете работать там журналистами и так далее. Ну, рекламный рынок. Ну, вот вы сейчас работаете журналистом, что говорить-то? Нет. А как блогер, это кто такой есть-то? Ну, это хобби. Ну, я понимаю, но вы этим занимаетесь, журналистиками. Я могу это делать, да. Вы можете делать, и это делаете. Иногда делаю, иногда делаю. Иногда я пишу за деньги, да, бывает такое, что заказываю. Ну, вот деньги, когда же за деньги пишете? Вот, там мои статьи там постоянно, ну, мои большие тексты постоянно какие-то СМИ просят перепубликовать. Это правда, это действительно. Но журналистом-то я не работал, я стал менеджером проектов и продуктов. Ну, мне повезло, я всегда любил IT, я всегда любил digital, я всегда любил программировать. То есть я единственный, пожалуй, на филфаке был, знал языки программирования какие-то и так далее. То есть мне, я в четвертом классе там просто, когда всех математически одаренных детей отправили на информатику, я взял портфель, пристроился-то все к этим математикам. И пошли на информатику. Да, нелегально пошел с ними в компьютерных классах, там записал. Для меня это совершенно несвойственно. Я так очень редко себя веду, но здесь вот прям потащил. И вот это мне помогло. Вот это мне в жизни действительно в последующем помогло. Потому что люди в IT, люди с гуманитарным бэкграундом полезны. Хотя IT это не всегда понимает. По крайней мере в управлении когда-то. Когда ты можешь с программистами говорить на их языке, как бы, ну, и с креативщиками ты можешь говорить на их языке. Это помогало. И с дорогой. Но, тем не менее, возвращаясь к теме дипломов, очень распространена история, когда человек, в общем, получает диплом, потому что ему нужен хоть какой-нибудь диплом. Работает, потом фиг знает кем. Но, кстати, эта тенденция, я смотрю, она сходит на нет. Плюс вот я смотрю на зумеров, на нынешних. У них уже больше нет фетиша высшего образования. Они, в общем, совершенно спокойно получают обычное там ремесло какое-нибудь, да, и диплом им, в общем, не особо нужен. Им, скорее, нужны знания и умения. Вот это мне очень нравится. Я вообще зумеров очень люблю. Мне ужасно нравятся ребята, которым сейчас 20 лет. Ну, там, 20-25. Прямо очень сильно избавлены от очень многих родовых травм. И со своими, конечно, там, заскоками, как все. Но вот насколько я не любил предыдущее поколение миллениалов, терпеть их не могу до сих пор. Ну, столько я прям восторг и от зумеров. Как я не назвал это. Зумеров. У которых, у которых, у которых, у которых как раз-таки очень конкретный взгляд на будущее. У которых вот это вот... Ну, которые, тем не менее, вот все равно среди них попадаются. Вот эти вот фанаты СССР. Что-то надо про это подумать. Ну, что, что-то хотите добавить-то? Хочу добавить. Хочу завершить призывом. Изживайте в себе. Изживайте в себе сектанта. Хелиаста. Сектанта, который ждет наступления Царства Божьего на земле. Когда-нибудь не надо. Не надо ради будущего жертвовать настоящим. И уж тем более. И даже в первую очередь нельзя ради этого жертвовать прошлым. Вот так вот. То есть, ради будущего нельзя жертвовать прошлым. Вот на этом мы, наверное, завершим сегодняшний разговор. Спасибо публике родной. Не забудьте... Спасибо огромное. Да, не забудьте вот лайкнуть, репостнуть, подписаться на наши каналы, поддержать рублем. Внизу есть реквизиты. Пока, дорогая публика. Да? Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова